Эти темы сегодняшней программы звучат так, стоит ли участвовать в выборах, не риторический вопрос российской действительности. Я представляю вам наших гостей, я, значит, поступлю следующим образом, я их обозначу, какие организации они представляют, но без должности, потому что у отдельных господ очень долго эта процедура займет по времени. Значит, это Алексей Шапошников, молодая гвардия Единой России. Алексей, добрый вечер. Добрый. Это Аркадий Павлинов, Институт парламентаризма. Аркадий, добрый вечер. Юрий, здравствуй. И Алексей Зудин, Центр политической конъюнктуры России. Алексей Ратвит, добрый вечер. Добрый вечер. Господа, ну вот я сейчас запущу смс-голосование, чуть позже, прежде я хочу все-таки услышать ваши комментарии, так все-таки стоит ли действительно участвовать в нынешней ситуации в выборах, стоит ли голосовать, и затем вот после обмена мнений я и запущу смс-голосование, где слушатели смогут выразить свое мнение. Алексей, ну что скажете, давайте с вас начнем. Давайте. Как с представителями партии, правящей партии. Так все-таки мы о политических выборах будем сегодня. Да, конечно. Я думаю, мы поговорим вообще о выборах. Выборы же бывают не только связаны с политикой, есть и другие выборы, связанные с выборами различных управляющих органов, организаций. Это и советы директоров, и генеральные директоры. Нет, остановимся все-таки на политике. Что касается экономики, это в 9 вечера программа «Сухой остаток». Другой наш проект на Финам.ФМ. Если говорить об участии в выборах, и мы говорим о выборах политических, то не участвовать в выборах, мне кажется, это неправильно. Неправильно с точки зрения человека, потому что выборы на сегодняшний момент, как и было всегда, это прямое волеизъявление граждан. То есть, когда ты берешь бюллетень и на нем отмечаешь того человека, за которого ты хочешь отдать свой голос, это самое твое прямое волеизъявление. Его никто тебе нарушить не может. Если же ты этого не делаешь, то здесь возникает вопрос. Как ты тогда живешь в стране? За что ты голосуешь? Или даже если ты против чего-то, у тебя всегда все равно есть выбор. У нас нет безальтернативного голосования, когда есть один кандидат или одна партия. У нас голосование всегда альтернативное. Выбор, если говорить о политических партиях на сегодня, в принципе, выбор есть. Пожалуйста. Весь вопрос, насколько политические партии активны и ярки, насколько они грамотно и правильно работают. И это уже делает выбор сам человек, само физическое лицо, гражданин в первую очередь. Он поэтому является гражданином, что на территории этой страны он может голосовать, может отдать свой голос и может влиять на жизнь страны. Ну, то есть, ваш ответ, безусловно, да. Таково мнение Алексея Шапушникова, Молдая гвардия Единой России. Аркадий, что скажете? Хотел бы поддержать своего коллегу. Значит, у нас есть Конституция, статья 32 определенная указывает на то, что, часть первая ее, граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих представителей. Вот. И сущность вот этого основного политического права граждан, это участвовать в управлении делами государства. Указанное политическое право связано с обладанием гражданством, поскольку само гражданство это устойчивая политика, правовая связь лица с государством. Вот. И поэтому я считаю, что не реализация данного права, ну, это просто большая ошибка вот тех лиц, которые, в общем-то, в силу закона наделены таким правом. То есть, по вашему мнению, в России на сегодняшний день создана среда, в которой человек может высказывать свои мнения, голосовать, поддерживать или не поддерживать, да, ту или иную политическую партию, и все это в рамках закона. Безусловно. Таково мнение Аркадия Павлинова. Алексей, вы также присоединитесь? Я немножко по-другому скажу. Голосовать, участвовать на выборах или не участвовать на выборах, это человек тем самым выражает отношение к тому государству, в котором живет. Уже говорилось о том, что это самым тесным образом связано с понятием гражданства, причем понятием в данном случае не формально правовым, а содержательным. Вот, когда человек отказывает, живет в государстве, отказывается принимать участие в выборах, это может означать следующее. Он не считает себя гражданином данного государства и ведет себя, в общем, есть такое понятие фрирайдер-безбилетник, да, человек, который пользуется теми или иными благами, которые ему предоставляет проживание на данной территории, организованной. Вот, но он не хочет оказывать поддержку тем институтам, которые, собственно говоря, эту территорию образуют в политическом смысле. Вот, поэтому я бы так ответил на этот вопрос. Ну, то есть вы соглашаетесь с коллегами о том, что... Я соглашаюсь, но я соглашаюсь по некой, я бы сказал так, ну, несколько по иной траектории. Ага. Вот смотрите, значит, я сейчас буду подключать наших слушателей к нашему разговору, еще раз напомню, наш телефон 730-7370. Вот смотрите, три разных человека высказали, в общем-то, одну позицию, что это необходимо, что это право, что оно доступно каждому гражданину России. И в этой связи я хотел бы сейчас попросить, ну, скажем, давайте трех наших слушателей позвонить к нам на эфир по телефону 730-7370 и ответить на вопрос. Почему вы не участвуете в выборах, да? То есть от обратного. Коль скоро такое единодушие здесь в студии прямого эфира, а я не могу допустить единодушие в эфире, да, вот, то мне интересны позиции, безусловно, у каждого из экспертов, да, будет возможность прокомментировать. Либо сразу, господава, могу вам сказать, если у вас есть какие-то наводящие вопросы для собеседников, да, слушателей, вы их задавайте в эфир. Юрий, вы задавали замечательный вопрос, почему не участвуете? Не участвуете, да. И из этого вопроса мы поймем все. Да, значит, давайте вот примем эти три звонка и, в общем-то, поймем, о чем идет речь. Добрый вечер, в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, Руслан. Да, Руслан, вы не участвуете в голосовании, вы не ходите на выборы. В последние годы я не участвую в голосовании и не хожу на выборы. Давайте, теперь ваше обоснование, почему вы это делаете? Во-первых, я хотел бы немножко заступиться за 75%, которые не ходят в голосовании, которые при этом граждане страны, как тот параллель неправильно последний ваш выступающий провел, что человек не ходит на выборы, он не гражданин из страны. Это мне кажется немножко передернуто. А теперь я хочу объяснить, почему я не хожу на выборы. Мое мнение, что политическое поле, оно полностью стерто сейчас в России. То есть система выстроена так, что вхождение на выборы реально, ни один человек, входящий на выборы, реально повлиять на ту систему, которая сложена в стране, не может. То есть вы хотите сказать, что в России нет политической конкуренции реальной? В России нет политической конкуренции реальной. И при данной системе выстроенной власти эту политическую систему выборы исправить не могут. Это вот мое четкое мнение. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Ну, готовы кто-то прокомментировать? Очень замечательная была фраза. Алексей Шапошников, я буду просто вас представлять, чтобы было понятно, кто говорит. Замечательная была фраза в конце у Руслана. Ни один ходящий не повлияет на результаты выборов. Здесь получается такой нонсенс. По голосу и по посылу чувствуется, что Руслан хотел бы повлиять. И так как последние годы он не ходит на выборы, явно раньше ходил и влиял на процесс... Я даже могу предположить, с какого года он перестал это делать. То есть он влиял на процесс принятия решения. Что здесь страшного в его фразе? Что ни один ходящий не повлияет. Получается, что если люди перестают ходить на выборы, и таких становится большинство, то они вообще не влияют на происходящее в стране. Они не формируют органы власти. Они не участвуют в выборах президента. Если уж затрагивать такие моменты не выбора, а референдумы, например, то получается, что они не участвуют в референдуме. И таким образом мы можем прийти к тому, что большинство людей, то есть большинство граждан России, не ходя на выборы, не участвуют в управлении государством, остаются за бортом. Причем по своей же воле. И когда Руслан говорит, что вот сейчас политическое поле зачищено, и не за кого голосовать, друзья мои, семь политических партий. Весь вопрос, как они работают, как они себя ведут, как они себя позиционируют. Если не за кого голосовать, значит партии плохо работают. Граждане в этом не виноваты. — Такое мнение Алексея Шапошникова. Алексей, я хочу, чтобы вы прокомментировали вот сказанную действительно вами фразу и затем получили обратную реакцию, что 75% по всей видимости имеются в виду последние, ну как возможно, выборы в Мосгордуму, где называется процент где-то 20 с лишним, принявших участие в голосовании. — Ну как-то распространить это на всю страну и на все выборы. — Ну действительно, вот ваша фраза, мне кажется, достаточно жесткая была, что это не граждане России. — Так задумано. — Ага. — Ответ получили. А что касается вот реакции непосредственно слушателей, это сам Руслан, да? — Да, Руслан. — А реакция такая в высшей степени замечательная, потому что это было очень коротко и без всяких цифр воспроизведено среднее социологическое отношение российских избирателей к российских граждан, к выборам. — Ага. — Оно очень противоречивое. С одной стороны, абсолютное большинство считает, что даже те, кто голосует, мы ни на что не влияем. Нас голос ни на что не... Нельзя повлиять. — То есть в этой стране мы не принимаем решения? — Да, да, да. Нет. Через выборы там наш голос не имеет значения, мы люди маленькие, мы не влияем, все. Тогда им ставят вопрос по-другому. Хорошо. Давайте отменим выборы. Ни в коем случае. — Ты. Продолжение следует...